Но мы продолжаем обсуждать эту тему, какие меры, какие действия предпринимают в плане противопаводковых работ. И я хотел бы сейчас представить вам нам спикера, который присоединяется к нам по видеосвязи. Это Аким Павлодарской области, Асаин Байханов. Асаин Куандыкович, добрый вечер, вы нас слышите? Добрый вечер, коллеги, слышу. Асаин Куандыкович, ну вот вопрос, хотелось бы понять, как сегодня работает комиссия и как вообще начались ли в вашей области уже сегодня процедуры по оценке ущерба? Да, для оценки нанесенного ущерба с начала павлодарь были созданы специальные комиссии из числа общественников, депутатов разных маслехатов, а также специалистов сферы социальной защиты. Данные специалисты сделали по дворовый обход по всем поступившим заявлениям. Всего в области было обследовано 124 дома, которых поступило обращение по поводу подтопления. Данные заявления можно было подавать и подаются через службу 109, либо через местный Акимат, в основном сельских округов. Есть ли сегодня уже какие-то предварительные данные, то есть по количеству тех домов, которые не подлежат восстановлению, либо те дома, которые там вы планируете сейчас ремонтировать, какие-то ремонтные работы будут, которые подлежат восстановлению? В порядке в целом было, как я сказал, уже обследовано и определенно 124 дома по региону, которые в разной степени получили ущерб. На сегодня все поступившие заявки обработаны. Комиссия все эти заявки, все эти дома обошла, определила ущерб. Владельцы этих домов согласны полностью с оценкой ущерба. И мы уже выплатили по 119 домам, полностью погасили ущерб в размере 97 миллионов тенге. Эти степени были выделены из небюджетных фондов крупными промышленными предприятиями региона. Асен Куандыкович, последний вопрос, который хотелось бы задать. Когда мы говорим сейчас про строительство новых домов, что это за дома? Сегодня определен же тип этих домов. Самое главное, где они будут построены? То есть мы сделали выводы из уже предыдущих историй. Будут ли они построены на тех же участках, либо это какие-то новые районы вы для этого отводите? Единственное село Павлодарской области, где был объявлен ЧАЭС, это село Жалаулы Ахтургайского района. Там 5 домов были признаны, которые не подлежат восстановлению, аварийными. Соответственно, эти 5 домов мы уже начали строить в этом же селе, но в другом месте, на возвышенности. И на самой площадке полностью идут уже строительные работы. Мы планируем в течение 3 месяцев возвести 5 домов, которые были признаны аварийными. Сегодня есть уже, получается, какие-то данные итоговые? Каков ущерб в целом области? Какие средства теперь будут выделены на восстановление инфраструктуры, на вот эти ремонтные работы? Примерное понимание оценки есть? Да, я как сказал, у нас ущерб полностью, не то что примерно, а полностью посчитан. Как я сказал, всего пострадало 124 дома. 119 домовладельцам мы полностью ущерб погасили уже. Не просто оценили, а погасили уже. А также строительство 5 домов. В целом, если 119 собственникам мы погасили в размере 97 миллионов тенге ущерб, то строительство 5 домов обойдется примерно 110 миллионов. Тем самым, в общей сложности, ущерб, причиненный паводками в области, оценивается примерно 210 миллионов тенге. Спасибо большое. Спасибо, Асен Куандыкович. Это был Асен Байханов, дорогие друзья. Аким Павлодарской области с нами на видеосвязи. Ну, а мы продолжаем.